Разбойников задержали, и они признали, что имели намерение убить его, если бы он отказался вызвать им большую сумму денег, бывшую при нем. Из писем митрополита Филарета. Она попросила для себя шелковое платье. На вопрос, до чего, она отвечала, ныне мой последний день. Прощай. Потом пошла к князю Горчаковой и графу Сакину и сказала тоже. Вожди по обычаю ответили ей желанием многих лет. От них пошла она на одну из батареек, где ее знали и даже замечали, что при ее присутствии не бывает убитых. Здесь сказала она, поберегите меня ныне. Если сбережете меня, сбережете Севастополь. Если меня не будет, и Севастополя не будет. Пролетела бомба и разорвала ее на 16 или 18 частей. Это было неделю за две до оставления нашими войсками южной стороны Севастополя. Повествовательница заслуживает доверия, как запишет свое письмо Филарет. Еще примечательное сказание слышал примечательное из Севастополя. Пишет он немного позднее. Военный чиновник приходит к приятелю и приносит ему свое завещание, сказывая, что назначен в дело и думает, что не возвратится. Когда стали его отводить от этой мысли, он сказал, у меня болела рука перед тем, как быть ей раненой. А теперь болит нога и сильнее руки. А потому думаю, что буду ранен в ногу и не перенесу. После этого вечера жена приятеля будет к своему мужу и говорит, иди на перевязочный пункт. Я видела во сне, что он ранен в ногу. Муж пошел и нашел своего друга раненым в ногу. А от этой раны он вскоре и помер. Еще в 1836 году Филарет писал Антонию, что время, времена дико смотрят. К таким временам он приградывался тем пристальней, что чем более дико они смотрели. Таким временем была наша Крымская война. Немало гаданий всякого рода вызывают с собой такие напряженные времена. И обыкновенно к ним охотнее теперь прислушиваются, нежели в иную пору. Прислушался к таким гаданиям и Филарет, и сообщал о них наместнику. А один русский, приехавший из Парижа, рассказывал мне о живущем там престарелом греке, который прежде был консулом русским в турецких владениях. Но во времена несогласий, сильно действуя на христианское народонаселение в пользу русских, принужден он после оставить службу и живет пенсию. Этот человек в первые месяцы нынешнего года, 1853-го, сказал нашему священнику в Париже, что настает время судьбы для Константинополя, что туда послан будет русский вельможа и выйдет оттуда с русским посольством. Когда князь Мельчиков выехал из Константинополя, этот представитель опять пришел к священнику и сказал, видите, сбылось, что я вам сказал. Теперь все будут говорить о мире, но будет жесточайшая война. Что видим и слышим до ныне, то не противоречит всему предсказанию. Подарок нищего. До поступления в Рижский политехнический институт, рассказывает господин Александров, я с матерью жил в городе Ярославль, где учился в гимназии. Мой отец был православного исповедания, мать-летеранка уроженная Гильмерс. Несмотря на это, она хорошо знакома с обрядами православной религии, потому что водила нас в церковь и помогала нам изучать закон Божий. У нас в Ярославле установлено ежегодно в первое воскресенье, после первого июля, делать обход всего города крестным ходом с иконой Кожской Божьей Матери. В котором году это случилось, я не помню, но в том самом году, когда в Москве была всероссийская выставка, подробности же благодаря своей необычайности рельефно остались в моей памяти. Я с матерью в день крестного хода поехал в Кафедральный собор. «Мать моя была в самом хорошем расположении духа. Провыли мы в соборе не до конца богослужения и вышли ранее, чтобы избежать толкотни и давки, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы заблаговременно доехать до вала загородного сада, мимо которого должен был пройти крестный ход и занять на валу, поведняя место. Когда крестный ход приближался к сопровождаемой массе народа, то низ вала и самый вал вплоть до места следования был покрыт такой толпой, что, как говорится, пушкой не пробьешь. В то время, когда икона поравнялась с нами, внимание мое было отвлечено толкотней и давкой, происшедшая из того, что к валу по направлению к нам пробивался какой-то старик нищий. Полиция не хотела его пускать, но он народе раздалит голоса «Пропустите, ведь это блаженный!» После чего раступившийся народ дал дорогу нищему, который, прямо подойдя к матери, сказал «Милая, не плачь! Милость Божья с ним!» «Я не плачу!» — возразила мать. «Так сегодня же будешь много плакать-то! Он умер! Вот тебе крестик, положи его на гроб, и ему будет хорошо! Хотя ты не наша вера, но душа у тебя добрая, и Бог послал меня дать тебе благодать свою!» С этими словами нищий, которого моя мать не встречала ни до того, ни после, сунул в руку маленький кипаристый крестик. Когда мать хотела вынуть кошелек, чтобы дать мелких монет, то старичок нищий сказал «Нет, благодать Божья не продается!» Сказал это, он скрылся в толпе. По возвращении домой мать нашла на столе телеграмму о смерти своего брата, о моего дяде Гельмерса. Дядя мой служил во флоте. Потеряв на службе здоровье, долго лечился на казенный счет в Италии, и поправившись совершенно, был назначен агентом общества Кавказа Меркурия в Нижнем Новгороде. Здоровье ее в последнее время было настолько хорошо, что смерть его была неожиданностью. И моя мать, получив депешу, была очень огорченна, и в тот же день выехала в Нижний хоронить дядю. Предуведомление о смерти. Два года тому назад в Петербурге, город Америки, проживала семья по имени Уильямс, состоявшая из отца, матери и трех детей. Меньший из всех восьмилетний, необыкновенно живой и смышленый мальчик, был любимцем родителей. В одно послеобеденное время, когда миссис Уильямс сидела в тени своего небольшого садика, беседуясь с пришедшими навестить ее с соседками, мальчик прибежал спросить у матери позволения идти играть с товарищами, что и было ему разрешено. Но с условием не подходить их близ протекавшей речки. Несколько минут спустя одна из соседок, заметив, внезапно побледневшая миссис Уильямс устремленно испуганно помутившийся взгляд, спросила, что с ней делается. «Не понимаю, что со мной делается», — ответила та, подняв руку и точно что смахиваясь с лица. «Перед глазами у меня как будто туман, я ничего сквозь него не вижу». Минуту спустя она подняла руки кверху и вскрикла, «Господи, мальчик мой тонет!» Одна из женщин стала ее успокаивать. «Этого быть не может», — говорила она. «Когда же ему утонуть, он только что ушел отсюда?» Быстрым судорожным движением мать прижала обе руки к бокам и простонала. «Говорю вам, что он утонул!» «Он схватил меня вот тут обеими руками, ручонками, то умоляю вытащить его из воды!» Проговорив это, она упала в глубокий обморок. Ее отнесли в дом и с немалым трудом привели в чувство смертельно бледное лицо и выражало страшное отчаяние. Опять стали ее убеждать, что она, наверное, ошибается, что мальчик не мог утонуть в такое короткое время. Но она продолжала мучительно стонать. «Мальчик мой утонул!» «Почувствую теперь, как ручонки его меня обхватывали, когда он умолял меня спасти его, снимите с меня платье, и вы увидите!» Ее расстегнули лифт. И к великому своему удивлению и ужасу присутствующих женщин увидели следы десяти маленьких пальцев по пяти с каждой стороны, ясно отпечатавшиеся на коже темно-красными полосами. Точно так, как если бы потонувший мальчик в своей предсмертной борьбе действительно уцепился за мать, ища у нее спасение. В эту минуту вошло несколько человек-мужчин, неся на руках мертвого ребенка, за полчаса перед тем радостно побежавшего играть с товарищами. Прыгнув в реку, мальчик ударился об острый конец водосточной трубы, упал головой в воду и точно захлебнулся, ошеломленный падением. Но что всего страннее, багровые следы пальцев, отпечатавшиеся на теле матери, еще не исчезли, хотя с тех пор прошло уже два года. Следы эти так ясны и отчетливы, что всякие невольно приметы за действительность следы живых пальцев, уцепившихся за месяц у Ильямс в минуту смертельной опасности. Предоставляю другим сделать вывод из этого странного случая. Удивительный сон. Известный физиолог профессор Беллинского университета Дюбао Рэмонд, читающий через каждые три семестра свои знаменитые лекции по антропологии, на которых он, между прочим, излагает свою теорию, границы знания, считает необходимым рассказывать своим слушателям следующий факт. В каком-то городе Померане один доктор решил молодую женщину с внутренней болезни, которую он точно определить не мог. Врач он был серьезный, при том же пациентка и была его личным другом. Однако же болезнь не поддавалась его усилиям, и больная медленно приближалась к смерти. Доктор перерыл всю медицинскую литературу, списывая со многими, списывался со многими выдающимися профессорами, созывал к консилиуму, не отходил по целым дням от постели больной. Но ни он сам, ни кто другой ничего не могли поделать. Восемь месяцев прошло таким образом. Доктор, измученный и разбитый, вернулся однажды вечером к себе домой в самом мрачном настроении духа. Больная не сегодня-завтра должна была умереть. Порывшись еще в какой-то книге, доктор лег спать. Во сне он видит, будто он просматривает одну вновь вышедшую брошюру и наталкивается в ней на описание болезни, которая по всем признакам подходит болезни его пациентки. Тут же он находит рецепт, который автор рекомендует, как очень действительное средство. Пораженный находкой доктор вскакивает, чтобы списать спасительный рецепт. Но тут он просыпается, осознает, что с ним что-то такое приключилось во сне, но ничего не может припомнить. Затем он снова засыпает и снова видит тот же сон. На этот раз он хорошо запомнил рецепт, а также параграфы страницы, но чтобы не забыть, скачал с постели и наскоро набросал все это на первом подвернувшемся клочке бумаги. Проснувшись утром, доктор почувствовал, что он как будто очнулся от кошмара. Он оделся, намерен был уже идти и к своей больной, она бросит взгляд на писемный стол, заметил на одной бумаге какие-то каракули. Он прочел их и вспомнил свой сон. Немедленно поехал он в аптеку, заказал таинственные лекарства и явился к ним, с ним, к своей умирающей пациентке. Уже после первых приемов лекарства больная стала оживать и через короткое время ей совершенно оправилась. Прошло около года. Однажды доктор получает от своего берлинского книгопродавца вновь вышедшую брошюру по медицине. Просматривая эту брошюру, доктор наталкивается в ней на описание той самой болезни, которой страдала его пациентка. Все, что он читает здесь, так знакома ему и все-таки он отлично знает, что никогда не читал этого. Он перелистывает далее и находит тот самый рецепт, который в прошлом году спас от смерти его пациентку. Доктор начинает припоминать, берет свою книжку, куда он записал свой сон и сравнивает. Те же дозы, страница, тот же параграф. Случай этот в свое время наделал много шума. Заинтересовавшиеся лица навели точные справки. Оказалось, что как вся брошюра, так в частности описание болезни и рецепт в первый раз появились на свет именно через год после увиденного сна. Оказалось то же, что автор брошюры, живший в совершенно другом уголке Германии, ничего решительно не знал о померанском докторе и его больной. Этот факт заканчивает обыкновенно Дебуа Реймонд. Достаточно строго проверен. Но наша наука не может объяснить его и должна обойти его молчанием. предсказания факира в интересном сосчитании. Софинении, воспоминания охотничьей и военной жизни весь Индии. Полковник Фразер в свойственной ему точности и добросовестности поместил в следующий рассказ, сообщенный ему вдовой одного генерала. Одна жена встретила факира, обратившегося к ней следующими словами. Вы жена генерала Саиба, у вас есть сын и дочь. Это правда, но только сын мой недавно умер. Нет, я говорю верно, продолжал факир, вы скоро поедете на родину. Муж мой не раз говорил, что никогда больше не уедет из Индии. Благополучно ли мы доедем домой? Да, но через 14 дней после отъезда из Индии муж ваш скончается. Через 18 дней от сегодняшнего вы уже будете на пароходе, продав все ваше имущество, кроме одной лошади. Вот конюшню, сказала я, покажи мне эту лошадь. Это, отвечал факир, указывая мне на серого арабского коня, подаренного мне два дня тому назад мужем по случаю дня моего рождения. Доеду ли я домой, увижусь с дочерью? Да, по дороге из Индии вы увидите и вашего сына, но не будете говорить с ним, он издали будет махать вам платком. Денежные дела заставят вас возвратиться в Индию, но вы опять вернетесь и после некоторого времени получите в Англии ваши деньги и будете счастливы. В то же самый вечер муж объявил жене, что решил отправиться домой. Все вещи были проданы за исключением арабского коня. Когда они проходили мимо бомбейского маяка, то заметили лодку, старавшуюся догнать пароход, и увидели в ней человека, махавшего платком. Впоследствии дама это узнала, что это был ее сын, известие о смерти которого оказались ложными. Генерал умер скоропостижен на 14-й день плавания, так что каждое слово предсказания Факира сбылось в точности. Вещие тени в книге Желиховской необъяснимой или необъясненная мы находим следующий весьма интересный рассказ. Я никогда не видывал привидений, пишет она, но несколько раз случалось в ней совершенно отчетливо и ясно какие-то странные тени, которые порой оказывались пророческими. Не стану говорить обо всех, расскажу только об одной. Это было зимой 1876 года. Мы только что перешли из гимназии на частную квартиру. Раз поздно вечером дети уже спали, а мы с Машей из горничной давно переименованы в няне и даже в члены семьи спешили кончать какую-то работу в единственной большой и не занятой спальными комнате в нашей гостиной. Вдруг поднял нечаянно глазам на противоположную стену я увидел на ней поразительно отчетливый силуэт мертвого ребенка, лежащего на столе со сложными пухлыми ручонками. Я сначала испугалась, но потом сообразила, что у меня уже нет таких маленьких детей и стала искать от чего могла падать такая странная тень. В комнате было много мебели, сообразить это было довольно трудно. И затем моя перепуганная Маша усердно просила уничтожить это, расстроить такое действительно неприятное извилище. Мы начали с ней усердно передвигать мебель, принимать и перекладывать все вещи на столах и уничтожили этот странный эффект света и тени. Но недалеко через несколько месяцев весной того же года мы увидели его опять, только на этот раз он не образовался нечаянно, а падал от действительно лежавшего на столе ребенка. сестра сестра моя Лиза неожиданно приехала погостить ко мне со своим мужем и десяти месячным сыном и бедная крошка заболев дифтеритом умер в течение недели. Совершенно специально его положили так, что войдя в комнату я была поражена воспоминанием. На той же самой стене я увидела повторение тени предшествовавшей с событию. Таинственное сновидение был у меня дорогой друг человек который в жизни встречается единицами добрый умный честный до педантизма снисходительный ко всем кроме самого себя прямодушный до крайности чуткий ко всему он далеко не был безбожником даже строго исполнял всю обрядовую сторону православия но не было вполне стойким человеком в вопросах собственной веры излишняя добросовестность в служебных трудах окончательно подорвало его слабое здоровье к сорока годам Дмитрий Ильич уже был как говорится не жилец между ним и моим мужем существовало близкое родство мы видались ежедневно и чуть было выберется у него денек полегче он сам приходил к нам и любил особенно в последнее время своей жизни заводить со мной отвлеченные разговоры как он бывало шутя называл их о байроне и материях важных вы счастливый человек говорил он обыкновенно в заключении беседы и тут же спохватившись скептически добавлял если только вы искренне я никогда не брала на себя труда уверять его в этом я только улыбалась в ответ на такое оскорбление очень хорошо знаю что он не может считать меня лицемерным но раз было это дня за два до его смерти он лежал уже в постели а я сидела возле него он снова серьезно повторил свой вопрос скажите мне поистине вы точно так думаете и чувствуете как говорите в вас нет сомнений вы во все это твердо верите я постаралась сосредоточиться подумать углубившись в себя и через минуту отвечала по своему крайнему разумению мне кажется что я могу не бояться более сомнений я надеюсь на это я чувствовал бы себя слишком несчастной и уж совсем беспомощной против жизни если бы еще эта опора отнялась у меня а вас успокоило бы если бы вам было послано удостоверение что-нибудь такое что ясно подтвердило бы вашу надежду на будущее и жизнь и все что вы в ней предполагаете да конечно хотя я и без того уверена хорошо если вы правы даю вам слово постараться дать вам подтверждение вы ведь знаете нам с вами что же лицемерить и мне и вам отлично известно что мне остается жить несколько дней во-первых прервала я никто не знает ни дня своего ни часа а во-вторых я постаралась улыбнуться вам известно какая я трусиха я совсем не хочу чтобы вы приходили меня пугать пожалуйста не беспокойтесь на шутливый тон мне не давался больной прервал меня серьезно перестаньте что за вздор будто я не сумею вас поберечь не бойтесь найду средство напомнить этот разговор не испугав вас если только останусь сам самим собою обещаю дать вам ответ на наши главные три вопроса хорошо буду ждать согласилась я улыбаюсь чтобы не заплакать нет вы лучше не ждите можете может помешает прибавил он добродушие но я попытаюсь он взял мою руку хорошо было бы я бы сам рад что ж не такой же я грешный человек чтобы бояться будущей жизни надо думать что и грешнейшим чем вы лучше в той жизни чем здесь сказала я ну дай боже по правде сказать трудно надоела эта борьба вечная борьба всего человечества за теста зрелости на поступление в неизвестные высшие курсы сказал он с улыбкой пародируя мои слова и мнения о неизбежности всяких жизненных испытаний я не стану да и не могу рассказывать нашего предыдущего и последующего разговора последнего моего задушевного разговора с этим задушевным человеком достаточно сказать для ясности что то что он называл нашими тремя главными вопросами о которых мы не раз с ним беседовали засиживаясь втроем я муж и он за полночь была разумеется жизнь будущая сохранение индивидуальности за гробом бессмертия любви с христианской точки зрения и великий смысл искупление человечества на кресте страстной четверг в ночь скончался он мы с мужем много потеряли со смерти этого человека в нравственном отношении его же семья все потеряла оставались маленькие непристроенные дети больная жена положение было тяжелое тем более что как все люди высшего нравственного закала он ничего не оставил в семье кроме пенсии прошло несколько месяцев под влиянием лишних печалей я совершенно забыла все не только слова его но чуть ли и сам он не отошел на десятый план в моих помыслах кончалось лето и мы уже собирались вернуться обратно в город с манглейской дачи тем более что шли бесперерывные дожди мешавшие пользоваться прогулками по прелестным лесам и горам это было вообще печальное лето я едва сняла траву по отце муж мой болел все чаще и было уже видно что болезнь его принимает серьезный угрожающий характер в конце лета выпало несколько особенно тяжелых тоскливых дней я изнывала от опасений и чувствовала себя тем более несчастным что из всех моих близких родных и друзей никого возле меня не было семья моя со стороны матери после смерти деда и дяди совсем оставила тифлис брат ее бессестры тоже были далеко приятели как-то разбрелись кто умер кто уехал кто просто отдалился как обыкновенно удаляются люди от тех которых красные дни прошли такие повороты в жизни своих ближних добрые люди всегда чутьем угадывают и незаметно сторонятся чем эти ближние были счастливее веселее гостеприимнее тем более добрые люди привыкли пользоваться от них теплом и светом живой жизни тем вернее все от них отшатнутся когда вокруг не сгустятся сумерки тем полнее почувствуют внезапную перемену и свое полное одиночество в годины испытаний подпавшие под крепкую руку божию в одну ночь я легла поздно и едва голова моя коснулась подушки я сразу заснула переход от сознания к глубокому сну был так быстр что мне показалось будто я совсем не сплю а вдруг очутилась у какой-то стеклянной двери прижавшись к ней листом выгляделшись я узнала что была стеклянная дверь из моей спальни столовую в нашей бывшей гимназической квартире где прошли лучшие годы моей жизни хорошо но зачем я здесь опять я прекрасно помню что задала себе во сне этот вопрос и тут же почувствовала неодолимое любопытство посмотреть в нашу бывшую столовую я приподняла хорошо знакомую зеленую занавеску и припала к стеклу что за диво это совсем не наша столовая совершенно другая комната но какая знакомая я всматривалась вовсоображала и вдруг вспомнила ба да это комната покойного Дмитрия Ильича нет только кровати на которой он умер а вот его стол его соломенное кресло портреты на стене даже мелочи на столе бумаги но нет они исчезли письменный стол его чист и супно будто на нем новое ярко-зеленое и что это я смотрела и не верила своим глазам я вполне ясно сознавала что ведь он умер а между тем вот он он стоял за своим столом и смотрел на меня пристально и ласково как наяву почувствовала я как сердце у меня забилось сильно и часто неужели я его испугалась о нет я отворила быстро дверь и бросилась к нему но он протянул руку и повелитель не сказал не подходите я остановилась не сводя с него глаз он медленно приподнял за стола другую руку и также медленно печальным и глубоким взглядом смотрел на меня опустил ее на чистое цепно стола вот здесь все услыхала я призрак стал медленно отодвигаться не шевелясь ни одним членом и продолжая ласково на меня смотреть уходил будто в стену бледнее стушевываясь по мере того как он отдыхался я я подходила к столу на котором что-то лежало правда ваша правда услышал я его замиравший голос скажите Владимиру чтобы знал голос его голос умолк и самого его не стало не стало видно но он был тут возле меня я уверена в этом так же твердо как и в том что он подтвердит мне это когда-нибудь сам я стремительно бросилась к столу к оставленным им мне вещам это была зеленая цвет надежды небольшая ладанка и в ней три вещи три символа якорь сердце в кольце змеи кусающий свой хвост крест с распятием на нем надежда любовь в вечности вера в распятого христа здесь все сказал он да тут было все три ясных ответа обещанные на три наших главных вопроса для меня это означало что он из-за гроба сказал мне надейся на вечную любовь и бессмерти через веру даровавшего тебе их спасителя так как я истолковал о себе этот сон и как впору приснился он мне как отрадно мне думать что в нем высказалась забота обо мне понимание моего душевного настроения живая любовь ко мне этого умершего телом друга грешный человек только этот сон напомнил мне как давно я не видала семейства да и они жили тоже на манглесе но в другом конце поселения далеко от нас несмотря на грязь и дождь я решилась пойти проведать их тоже утро и пошла нашла я их такими расстроенными что испугалась не болен ли кто оказалось что это был день рождения покойного Дмитрия Ильича разве вы не помните что всегда проводили сегодняшний день у нас сказала мне его жена так вот как он сам напомнил мне свой день подумала я вы знаете что я никогда не помню никаких дней не сисел отвечала я себе в оправдание это была сущая правда я о нем забыла но он обо мне вспомнил царство ему небесное два случая исполнившегося предсказания однажды пришел ко мне для докторского совета господин С страдавший неважным нервным расстройством его сильно угнетали два обстоятельства неудачный процесс и еще один странный случай о котором я сейчас расскажу в 1879 году гуляя по парижским улицам он заметил на одной двери следующую вывеску госпожа Ленорман гадальщица затронут легкомысленным любопытством он позвонил и был введен в простую темноватую залу вскоре вышла сама госпожа Ленорман и усадила его вот из стола затем выйдя затем из комнаты она снова вернулась стала против него и рассматривая ладонь одной его руки сказала ему вы потеряете своего отца ровно через год от сегодняшнего дня вскоре вы сделаетесь солдатом ему было 19 лет но не останетесь долго в военной службе женитесь молодым человеком у вас будет двое детей и наконец вы умрете 26 лет на это предсказание которое он рассказал некоторым своим знакомым и родным сначала он не обратил особенного внимания но после того как его отец умер 27 декабря 80 года ровно через год после его свидания с годальщицей на него стало находить раздумья когда же он сделался солдатом всего на 7 месяцев и когда вслед за тем он женился и у него родилось двое детей то на него напал сильный страх как бы не исполнилось и последнее предсказание тем более что ему уже пошел 26 год и ему стало казаться что ему остается только несколько дней жизни вот это самое время он и пришел ко мне спрашивая нет ли возможности изменить ожидающую его судьбу ибо думал он если исполнились уже 4 предсказания то и 5 неминуемо должно будет исполниться замечу при этом что у господина явилось убеждение что он должен умереть 4 февраля в день своего рождения хотя госпожа Ленормана не высказала на этот счет ничего определенного и точного я предложил своему пациенту посоветоваться с одним из самнамбулов 70-летним стариком предупрежденным но и самнамбул на вопрос молодого человека когда я умру отвечал вы умрете вы умрете на 42-м году жизни действие произведенное этими словами было почти чудесно точно же мой пациент сделался весело разговорчив исполнился самых светлых надежд когда же прошло и столь страшно для него четвертое число февраля месяца он считал себя окончательно спасенным я наконец совсем забыл об этой истории когда вдруг в начале октября месяца получил письмо извещавшее меня что мой несчастный клиент уме 30 сентября 1885 года на 27-м году жизни то есть 26-ти лет от роду как предсказала ему госпожа Ленорман чтобы кто не подумал что этот рассказ есть произведение моего воображения я до сих пор храню как вышло упомянутое письмо так и заметку из которой я и извлек это наблюдение это два письменные непровержимые свидетельства впоследствии я узнал что этот несчастный постный пользовавшим его врачом на минеральные воды в контрек сфиль пользовался от желчных камней принужден был слезть в постель вследствие разрыва каких-то сосудов повлекшего за собой перитонит от которого он и умер подруга за собой что это за собой в это не что это не не это Продолжение следует...